Никогда Никогда Ушли, кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Андрей Дементьев – поэт, с творчеством которого знакомы все или почти все жители России. Андрей Дементьев – советский и российский поэт, радио- и телеведущий, также известен как поэт-песенник, главный редактор журнала «Юность», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской Академии Художеств. Будущий поэт родился 16 июля 1908 года в Твери, в самом центре города, недалеко от реки Волги, которая впоследствии была им неоднократно воспета в многочисленных стихотворениях. Его родители, Дементьев Дмитрий Никитич и мать Орлова Мария Григорьевна, назвали сына, родившегося в день святого Андрея Первозванного, его именем, что в ту атеистическую пору было не принято. Однако Андрей остался навсегда верен своим именинам. Крестили маленького Андрюшу в Скорбящинской церкви, расположенной на одноименной улице, где ранее были обвенчаны его родители. В настоящее время на этой улице в нескольких шагах от церкви находится дом поэзии Андрея Дементьева, основанный в 2013 году по инициативе Андрея Дмитриевича и благодаря его стараниям. Бывшая Скорбящинская впоследствии стала улицей Володарского, однако совсем скоро она стала носить имя выдающегося поэта, почетного гражданина города Твери и Тверской области, патриота родной земли Андрея Дементьева. Школьные годы поэта отмечены одним из самых трагических событий в истории нашей страны – Великой Отечественной войной. В октябре 1941 года Андрей с матерью решили выбраться из оккупированного Калинина. Под бомбежками пешком добрались до Кашино, жили у чужих людей. Каждый день начинался с того, что по карте следили за тем, как изменялась обстановка на фронтах. После освобождения вернулись в Калинин. Их встретил разрушенный фашистами город, который невозможно было узнать. Его нужно было восстанавливать для мирной жизни. Это в первую очередь выпало на долю женщин и подростков. И нужно было продолжать учиться. Экстерном окончил Андрей Дементьев девятый класс. Хотелось как можно быстрее на фронт. Когда Андрей учился в десятом классе, война закончилась. Эти годы навсегда остались в памяти поэта. Самая яркая из тех лет – это, конечно, школа. Это наши учителя. Мы жили одной семьей. Все у нас было общее. И вражеские налеты на город, и постоянное чувство голода, и похоронки. Жили трудно. Школу не топили. И мы, мальчишки, на Волге разгружали бревна. Пилили их, чтобы можно было хотя бы немного нагреть классы. Никогда не забуду своих учителей. Это были самые настоящие подвижники. Мое стихотворение «Не смейте забывать учителей» оттуда. И с той поры так будет вспоминать Андрей Дементьев свое полное испытание детства. Но лучше всего об этом расскажут стихи, в которых отражена страшная картина оккупированного Калинина. И стоящая за ней боль потерь и горечь исковерканных судеб его земляков. Военные детства. Простуженный класс. Уроки негромкие, словно поминки. И булочки с чаем, как праздник для нас. И довоенные в книгах картинки. Вскоре после окончания средней школы номер 6 города Калинина в 1946 году Андрей пишет стихотворение студенту, в котором есть такие строки. «Если ты в мечты свои поверил, тебя любой не испугает труд». Эти слова станут творческим кредо-поэта. И так или иначе пройдут лейтмотивом через всю жизнь. Стихотворение впервые было опубликовано в газете «Пролетарская правда» города Калинина 5 сентября 1948 года. Ныне газета «Тверская жизнь». В 1949 году, будучи студентом Калининского пединститута, Андрей Дементьев учился также заочно в Московском полиграфическом институте. Однако чувствовал другое призвание. И благодаря невероятной целеустремленности и фантастическому везению был переведен с четвертого курса Калининского пединститута на третий курс литературного института имени Горького при Союзе писателей СССР. «Институт не готовил из нас писателей. Нам создали благоприятную обстановку и среду, чтобы поощрить талант, помочь в творчестве и воспитать художественный вкус. Все остальное зависело от нас самих», – пишет в мемуарах поэт. И, конечно, появятся стихи, как всегда, с тонко подмеченными мелочами в описаниях и глубоким философским подтекстом. Начиная с 1953 года и по 1972 год, где б ни работал Андрей Дементьев и какую бы должность ни занимал, он не оставлял творчества. В 1955 году в родном городе поэта вышла в свет его первая книга – «Лирические стихи». Позднее – несколько других поэтических сборников, в том числе «Родное» – 58-й год, «Дорога в завтра» – 60-й год, «Глазами любви» – 62-й год. Андрей Дмитриевич постоянно сотрудничал в литературно-художественном и общественно-политическом альманахе калининских писателей «Родной край». Здесь он стал первым лауреатом премии имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной областной комсомольской организации, а в 1958 году вступил в члены Союза писателей РСФСР. В 1959 году – члены Союза писателей СССР. В 1967 году становится инструктором отдела пропаганды и агитаций ЦК ВЛКСМ. В том же году Андрей Дементьев переехал в Москву. С 1972 года по 1981 год Андрей Дементьев был первым заместителем главного редактора, а с 1981 по 1993 год главным редактором популярного литературно-художественного издания «Юность», тираж которого при нем достигал 3,3 миллиона экземпляров. Благодаря Андрею Дементьеву журнал открыл немало талантливых писателей, печатал романы, повести, стихи современных мастеров литературы Василия Аксенова, Аркадия Арканова, Беллы Ахмадулиной, Бориса Васильева, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Булата Акуджавы, Леонида Филатова и других. Никогда Андрей Дементьев не прерывал связь с Тверской землей. Тема любви к малой родине и землякам проходит через все творчество гениального поэта. Андрей Дементьев во все времена оставался верным своей любви к родному краю. Андрей Дементьев является автором слов, гимна города Твери, а также текстов к широко известным лирическим песням советской эпохи. На стихи поэта написаны десятки популярных песен. «Баллада о матери», «Отчий дом», «Лебединая верность», «Яблоки на снегу», «Аленушка», «Чайки над водой», «Каскадеры» и другие. Все эти песни, начиная с 1974 года, становились лауреатами телевизионных конкурсов в России и за рубежом. Соавторами Дементьева были известные композиторы Раймонд Паулс, Евгений Догов, Никита Богословский и многие другие композиторы. В течение многих лет Дементьев принимал активное участие в деятельности общественных организаций. Был заместителем председателя Советского комитета защиты мира, членом комитета по ленинским и государственным премиям, председателем правления фонда реставрации Старой Москвы. Несколько лет был председателем государственной экзаменационной комиссии в Литературном институте. С 18 августа 2001 года Андрей Дементьев ввел авторскую программу «Виражи времени» на Радио России. Поэт скончался 26 июня 2018 года на 90-м году жизни в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище рядом с сыном. Все будет так же после нас, а нас не будет. Когда нам мир сполна воздаст, у мира не убудет. По небу скатится звезда слезой горючей, и не останется следа. Обычный случай. Я вроде смерти не боюсь, хотя нелепо порвать загадочный союз земли и неба. Хотя бы ниточкой одной, едва заметной, став одинокой тишиной над рощей летней. Негромкой песней у огня, слезою поздней. Но так же было до меня, и будет после. И все ж расстаться нелегко со всем, что было. И то, что радостью влекло, и что постыло. Но кто-то выйдет в первый раз вновь на дорогу. И сбросит листья, старый вязь в наших окон. Все будет так же после нас. И слава Богу! Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok